Друзья, всем-всем огромнейший привет! Добро пожаловать на канал Вязаные Истории! Меня зовут Юля и сегодня перед вами мои кусочки творческого хаоса, мои вязальные продвижения. Я в этом ролике расскажу, куда я продвинулась, закончила ли я все-таки свое платье или нет, и что же там с моей сумкой, а также с переделочкой. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеть новые и интересные ролики. А мы поехали! Итак, друзья, давайте обо всем по порядку. Перед вами моя любимейшая коробка, корзина, как угодно можно назвать. Здесь все-все я храню. Если вот так вот все вытащить, я вам сейчас покажу, какой у меня здесь творческий хаос. Творческий хаос, видите, здесь детская лодка, моя резинка для волос. Куча спиц разных размеров. Я в ней сегодня буду наводить порядок и готовить ее к отпуску, эту корзинку. Ну а не, мы расскажем вам, что положу в эту корзинку, я вам расскажу в следующем видео. А сегодня я расскажу немножко о своих процессах. Итак, как вы уже видели в корзинке, вот эти моточки, это остатки пряжи с моего платья. Где-то примерно полкилограмма была пряжи. Я на данный момент, к сожалению, не могу взвесить. На это есть уважительные причины. В моей корзине вот этот вот остаток. Когда взвешу платье, тогда, конечно же, расскажу. Но это, скорее всего, будет в готовых работах. Так же, как и в готовых работах, я вам покажу платье на себе. И сегодня я этого не сделала, потому что я только утром закончила. Закончила рукавчиком. Все, оно готово. Да-да, друзья, оно готово. Оно сидит так, как я его видела в своих представлениях. Оно вообще восхитительно смотрится. Цвет, как я уже говорила, камера очень сильно его искажает. Он делает его каким-то более темным цветом. В реальности он такой нежный сиреневый цвет. Даже если вот так. Вот если даже так нет. А если мы этот цвет подкладываем, возможно, даже вот где-то вот чуть-чуть и есть реальность. Ну вот, к сожалению, цвет врет. Ну что ж, низ платья я закончила, как и говорила, узором. Вот он, да. Низ мое платье. Единственное, так как узор предусматривает вариант расширения. И получилась такая, как бы, кайма-оборочка. Мне это, конечно, очень понравилось. Но если бы я полностью весь рисунок взяла, как на кокетке, то есть с вот этими всеми расширениями, здесь много было прибавочек, то намного было шире юбка. И мне этого не нужно было. Так как платье уже заранее было полностью свободным и где-то оверсайз. И могу смело сказать, что платье где-то 50-го, а то и 52-го размера. Оно на меня довольно-таки свободно сидит. Я этого добивалась. Я хотела, чтобы платье было вообще свободным. Так как сейчас это очень даже модно, согласитесь. Но оно сидит именно по мне, как я этого хотела, как я это видела. И очень счастлива. Я обязательно сделаю фотографии. Возможно, в сообществе. Ставлю фото свое заранее, если вам интересно. Обязательно поделюсь фотографией в Инстаграме. Если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, то стоит это сделать. Я там часто делюсь какими-то физиальными моментами. Также в Инстаграме я делюсь различными мыслями интересными. И думаю, скорее всего, уже со следующего сезона визуального буду добавлять посты с полезной информацией для вас. Я думаю, это очень важно будет всем моим зрителям. Напишите, пожалуйста, интересно вам такое или нет, если вы находитесь тоже в Инстаграме. Просто в Инстаграме можно схемки. Но схемки я всегда опубликую, конечно, которые я использую. И эту опубликую схемку. Да, девочки, у меня просили связать этот узор на камеру. Я об этом подумаю. Потому что этот узор идет, вяжется сверху вниз. В общем, я подумаю над этим вопросом. Ну, вернемся к юбке. К низу платья. Я вот эти вот кусочки в платье внизу не вставляла. Они, конечно, интересные, но если бы я их вставляла внизу, то они бы, ну, просто не поместились. Вы видите, здесь для них места маловато. Вот они должны были здесь начинаться. И были бы, было бы очень сильно наляписто. Поэтому вот такой вариант мне больше нравится. Так, и что же я хотела показать? Одну сторону платья я немного отпарила. Вот это вот она отпаренная. Видите, ничего не заворачивается. Ну, конечно, понятное дело, что я вверх поднимаю, оно будет заворачиваться. А если вы изделие перевернете, давайте я наизнанке вам покажу, то, в принципе, ничего не подворачивается. А вот такой вид оно имеет сейчас. В принципе, оно тоже не подворачивается, просто как бы, ну, не расправленная платочная гладь. Ну, сейчас я, наверное, попрячу все кончики в платье и отправлю его замачиваться. Пока оно покиснет немножечко, все-таки это бобильная пряжа, покиснет немножко в порошке, в шампуньке, я попрячу кончики на футболке, потому что там он мне так же до сих пор не прятал. Хотя футболку уже погладила, постирала и планирую в ней ехать в дороге. А там посмотрим, потому что погода непредсказуема. У нас сегодня тучи, дождь прошел такой небольшой, но в квартире невыносимо жарко очень. В общем, друзья, я очень счастлива, потому что платье готово. И, к сожалению, я вам, правда, его не показываю на себе, но вам придется мне поверить на стол. Я в скором-скором времени вот буду на море, на пляже, я хочу сделать красивые фотографии и вам покажу обязательно. Просто сейчас вот это все и тает в спешку. Некогда делать фотографии. Итак, мое платье отправляется. Сегодня, честно, откровенно, буквально сегодня утром я довязала вторую часть по майке. Вам камеру... Это, наверное, видно. Напишите в комментариях, видно вам или нет. Вот я добавила вот эти кусочки, да, с одной и с другой стороны. И они слегка отличаются по цвету, потому что этот цвет, он более уже выгорелый, выстиранный. А это, конечно же, новенький. И даже пушочек есть небольшой. Почему? Да и тут есть пушочек. В общем, ну, я думаю, ничего страшного. В крайнем случае, ну, я не сильно испортила. Но все-таки так она бы вообще лежала, а так я буду носить. Даже если что, буду просто дома ее носить. Из-за вот этого вот. Ну, посмотрим. Сейчас я ее отправлю, тоже постираю. Видите, кончики попрячу. И здесь спрятаны... Не спрятаны кончики. Здесь один я где-то спрятала. А нет, все не спрятаны. В общем, кончики нужно попрятать. Мне все сейчас будет, после съемки этого видео, вопрос заняться прятанием кончиков. Потому что их много. Навести порядок. Попрятать кончики. Да, я хочу замочить и платье, и футболочку постирать. Это тоже, конечно же, все это постираю, отправлю сушиться. Давайте перейдем к сумке. Что ж, сумку-то я не вязала. И, честно, не знаю, что делать. Муж говорит, как? Ты должна была довязать. Ты же хотела ее как пряжную. В принципе, да. Она уже, в принципе, немного тут осталась. И если здесь повязать, это там буквально 3-4 ряда. Вот этого пряжи, она буквально 3-4 ряда. Здесь так много уходит рядов. Я там пересчитывала ручки сделать. Ручки все-таки будут, как я изначально хотела. Возможно, не буду зарекаться. Возможно, я в будущем все-таки приеду, когда домой. Так как уже времени совершенно нет. Где-нибудь в интернете закажу кожаные ручки. Мне подписчица в комментариях написала, что с кожаными ручками такие варианты сумок будут очень классно смотреться. И, в принципе, их вяжут с кожаными ручками. Такие сумки. Честно, откровенно, я не знаю. Я не видела именно с кожаными вариантами. Я видела. У меня была картинка. Она до сих пор у меня перед глазами. По ней-то я и вязала, да. По этой картинке. Это белая сумка. И ручки там были такие плотные, белые. Знаете, как будто обмотанные. Возможно, если бы она, картинка была у меня сейчас здесь. Ну, если бы я ее нашла. Я ее где-то потеряла, конечно. В закладках так не нашла. Я просто вязала по памяти. Как я видела это все. То есть не без всяких описаний, без ничего. Если бы у меня был тот вариант, да, картинки, я бы просмотрела, как связана сумка, ручка, как она сделана. И тогда бы себе так сделала. Но, к сожалению, вот так вот не могу ничего сказать. Так получается. Ну, что, девчонки. Вот такие у меня продвижения. Поедет со мной сумка в отпуск или нет, я не знаю. Я фотографии сделаю, и вы узнаете, поехала сумка или нет. Пока ничего не могу сказать. Пока я размышляю над другим. И если я ее не довяжу, то, скорее всего, я ее с собой и не возьму. Если довяжу, то поедет она просто как сумка. Но об этом вы узнаете в следующих моих роликах. Вряд ли не тот, который выйдет, как обычно. А уже когда я вернусь с отпуска. И на этом я с вами прощаюсь. Но прощаюсь ненадолго, потому что, как всегда, в четверг выйдет видео. И там я вам расскажу все-все нюансы, чем же я наполнила эту свою корзиночку. Пока-пока-пока.